1 сентября 2022 года начался новый учебный год, который ознаменовался в Светогорской лавре открытием школы для детей-беженцев, проживающих в обители. Так, внимание! Улыбочку! Подготовка к открытию школы началась еще в июле 2022 года, когда по благословению наместника лавры митрополита Арсения были организованы школьные уроки для детей-беженцев в подвале Успенского собора. Мы выходим в подвал. С праздником! Здравствуйте! Всем добрый день! Трудную задачу по подготовке детей к учебному году в условиях военного времени, без учебных пособий и материальной базы взяла на себя учительница начальных классов Долинской средней школы Ирина Николаевна Удовика, которая приобщила к занятиям 20 мальчиков и девочек, объединенных в три возрастные группы, и проводила занятия по школьной программе. Занятия начались 5 июля и продолжались до самого начала учебного года. Накануне 30 августа состоялся организационный педагогический совет в составе 15 учителей, большинство из которых находились в Светогорской лавре в статусе беженцев. На первом педсовете выступил митрополит Арсений, который рассказал об опыте организации начальной школы Светогорской лавры в селе Никольском, об особенностях функционирования школы при лавре, о задачах, которые стоят перед педколлективом, по обучению и воспитанию детей, лишившихся возможности получить полноценное образование, и для которых лавра стала родным домом. Директором школы благословением наместника Светогорской лавры стал иеромонах Рафаил, который одновременно будет вести уроки пения. Он закончил Кременецкое-Регенское отделение Почаевской духовной семинарии и возглавляет один из двух братских хоров Светогорской лавры. В составе учителей монах Прокопий, имеющий высшее педагогическое образование, а также монахиня Агния, которая будет вести предмет основы христианской этики и театральный кружок. К первому сентября дети школьного возраста в количестве 24 человек были распределены по классам с 1 по 9. Подготовлено расписание уроков согласно программы школьного образования для каждого класса. Своё место в расписании заняли занятия по творческому развитию детей, уроки музыки, рисования, а также кружки, лепки, вязания, театрального искусства. Первое сентября 2022 года навсегда запомнится детям, проживающим в Светогорской лавре, не только как первый день нового учебного года, когда проходят традиционные торжественные линейки, звучат поздравления в адрес учащихся и учителей, преподносятся цветы, но и как открытие их собственной школы. День знаний начался для учителей и учащихся с молитвы в Успенском соборе. В 10.30 перед чудотворной святогорской иконой Божией Матери митрополит Арсений совершил молебное пение при начатии учения утраков. Песнопение исполнял братский хор Святогорской лавры под управлением директора лаврской школы регента иеромонаха Рафаила. На молебне присутствовало около 50 человек – преподаватели, родители с детьми. Все по случаю торжественности и значимости события были по-праздничному одеты. Завершился чин молебного пения многолетием, которое громогласно провозгласил архидиакон Епифаний. К собравшимся обратился митрополит Арсений, который поздравил учащихся родителей и педагогов новообразованной лаврской школы с началом учебного года. В своем слове владыка подчеркнул необходимость обучения для получения профессии или освоения какого-либо ремесла. При этом у всех разные способности, но каждый учащийся должен стремиться получить такое образование, которое помогает жить добродетельной жизнью. Образование – оно идет от слова «достижение человеком образа Божия». А образ Божий в человеке складывается не только знание математических, химических формул, правил правописания. Образование складывается еще жизнью – честной, нравственной, трудолюбивой, уважительной к другим. Ну и много-много добродетелей можно перечислять. И с таким человеком жить тогда легко. И дружить с ним интересно. Эта дружба после школы сохраняется на долгие годы. Митрополит Арсений вспомнил также о системе опроса «Крестным ходом», применявшуюся на уроках в семинарии преподавателем Архимандритом Матфеем, благодаря которой усваивали материал даже те семинаристы, которые не были готовы к уроку. Учитесь этим добрым, хорошим отношениям и друг с другом, и с учителями, и родителей слушайте. И тогда, поверьте, сама жизнь ваша будет радостна и утешительна не только для вас, а для тех, кто вас окружает. Владыка Арсений окропил святой водой учащихся родителей и педагогов, собравшихся на молебен по случаю начала учебного года и подарил каждому учащемуся краткий молитвослов. Из Успенского собора дети с учителями проследовали в здании братской трапезной, где состоялась торжественная линейка, прозвучали первый звонок и стихи о школе в исполнении первоклашек. Здравствуй, осень золотая, здравствуй, школа, на урок назовет, не умагая, печень и чертый звонок. Я хочу пожелать вам радости, я хочу пожелать терпения, я хочу пожелать Божьей милости и добавить чуть-чуть вдохновения. Я хочу пожелать вам верности, ноосердия и страданий. Я желаю любви и нежности, вашей духом во всех испытаниях. Я хочу пожелать вам святости, без нее не увидеть Бог. Я желаю вам мира и благости, вот совсем не простая дорога. Пусть хранит вас Бог для вечера, один из дыхов сберегает. Только счастье, счастье, отличие на земле никто не знает. Затем учащиеся лаврской школы вручили букеты цветов владыке Арсению и своим учителям. Владыка поздравил с днем рождения Марию Кулешову, которая ровно семь лет назад родилась в стенах Святогорской Лавры. И сегодня, в свой день рождения, здесь пошла в первый класс. Матушке, с Богомой лично спаси, Господь, такие красивые букеты, вам для занят. Пускай где-то будет на день рождения такой букет. Затем состоялась праздничная трапеза, по окончании которой преподавательский состав новообразованной школы выразил благодарность владыке-наместнику и всей братье за организацию при Святогорской Лавре школы для детей-беженцев и прекрасное проведение Дня Знаний, который заполнится на всю жизнь и учителям, и детям. Благодарим Владыку и братью за такой подготовкой такого замечательного 1 сентября. Настоящий праздник первый раз в первом классе. Спасибо, Господи, Владыку и всю братью за такой замечательный праздник для наших деток и подавалов. Только надеялся, что избавился от школы, и на этим учителям встал. Спасибо, Господи, очень я жена и очень приятно. Я от лица всех первоклассников хочу сказать огромное спасибо владыке и братьям, потому что первый раз в первый класс это очень-очень важно, это очень-очень ответственно, и вот такой праздник дети получили, это большое счастье. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владыку и всех здесь живущих людей, все помогли каким-то, чем могли, чтобы дети могли пойти в школу. Хочется выразить огромную благодарность Владыке Арсеньевне за чудесный праздник, за великолепное угощение. Я думаю, что дети наши в это время, столь сложные, насладятся всем этим и запомнят нас. В заранее подготовленных классах гостиничного корпуса номер 9 прошел первый урок. Корпус номер 9, в котором ведутся занятия учеников. Свой класс учащиеся находят по вывешенным на дверях цифрам. В первом классе за партами четверо учащихся, для которых 1 сентября стал днем вхождения в мир знаний вместе со своей первой учительницей. Во всех классах учащиеся ближе познакомились со своими учителями, получили необходимые школьные принадлежности, учебники, тетради. Уроки по расписанию будут проходить ежедневно, с понедельника по субботу включительно. Занятия начинаются в 9 часов утра и заканчиваются в 15.30. Для учебного процесса выделены под классы 4 комнаты в корпусе номер 9. Особенности занятий 1 сентября во всех классах – инструктаж по действиям учащихся при обстрелах, обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, мин, непонятных предметов. На старшеклассниках особая ответственность. Они первые помощники учителей при организованном перемещении учеников в бомбоубежище. Обучение детей музыке и театральному искусству планируется проводить в отдельном помещении с фортепиано. В добрый путь и помощи Божией на пути обретения знаний и опыта добродетельной жизни в Лаврской школе. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...